МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа «Время спорта». И сегодня мы отправимся в Одинцовскую детско-юношескую спортивную школу, которая в этом году обрела дополнительное здание – физкультурно-оздоровительный комплекс, построенный по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Спортивная школа Олимпийского резерва – одна из старейших в Одинцово. Здесь представлены отделения по плаванию, волейболу, лыжным гонкам, маунтинбайку, софтболу и художественной гимнастике. Ежегодно юные спортсмены показывают высокие результаты на областных и всероссийских соревнованиях. В школе сплоченный тренерский коллектив, а с 2017 года – обновленная материально-техническая база благодаря физкультурно-здоровительному комплексу. В нашей спортивной школе шесть направлений. Маунтинбайк – это горный велосипед, софтбол, плавание, лыжные гонки, художественная гимнастика и волейбол. Наиболее массовые у нас – это софтбол и волейбол. Там, соответственно, в софтболе 405 учащихся у нас занимаются, а в волейболе – 407. Занимаемся мы на базах общеобразовательных школ. А вот сейчас уже, спасибо губернатору и главе района, мы получили в подарок вот этот замечательный фок, которым сейчас занимаются наши спортсмены. У нас школа Олимпийского резерва, и прежде всего у нас мы нацелены на достижение определенного результата, чтобы поддержать свой статус как школа Олимпийского резерва. Естественно, наши тренеры – это не просто мы там объявления, естественно, мы тоже пишем, допустим, тоже плавание, они набирают, приходят сюда, проводят тестирование и уже потом отбирают. Вот, волейболисты, у них там другой подход к набору. Значит, тренеры по волейболу ходят по школам города Одинцова и выбирают высокорослых детей. Вот. Для того, чтобы попасть к нам, те дети, естественно, если кто-то появится такой, ну, перспективный ребенок, который сразу обратит на себя внимание тренера, да, можно будет там осуществить дополнительный набор, ну, тут свои проблемы, потому что мы тоже связаны муниципальным заданием, вот, и лишних это в результате, если, допустим, будет какой-то отсев, естественно, мы его возьмем к себе, вот. А просто, допустим, ребенок, ну, условно говоря, хочет научиться играть в волейбол, но не дано, не всем. Кто-то, допустим, там хорошо рисует, кто-то хорошо стихи сочиняет, кто-то там еще какие-то, в какой-то виде деятельности. Не могут быть все универсалы, но есть большое желание. Значит, для таких детей, допустим, вот у нас по волейболу, у нас введена ставка тренер-консультант, значит, могут прийти и уже с ним позаниматься, допустим, тем же волейболом. Одно из самых массовых направлений – софтбол. Спортсмены тренируются на базе Кубинской школы и регулярно участвуют в международных состязаниях. Софтбол – отделение специализированное, а значит, с олимпийской перспективой. Достаточно хорошо выступает команда софтбола. Значит, там есть у нас и призеры первенства России, по женщинам, подчеркну, по юношам. Несколько человек входит в сборную России. Как, наверное, многие знают, значит, на этих олимпийских играх софтбол включили в список олимпийских видов спорта, поэтому перспектива у наших выпускников и старших этих достаточно большая, чтобы попасть в национальную сборную. Довольно успешно у нас, значит, выступают волейболисты. Вот, в этом году немножечко на первенстве Московской области немножечко сдали позиции, но я думаю, сейчас мы все это наверстаем с лихвой, с введением вот нового зала. Вот, плюс, значит, команда юношей 2003-2004 года у нас пробилась финал первенства России по волейболу, вот, который сейчас вот в апреле месяц, в Воронеже будет финал, вот туда тоже поедут. Вот, и пловцы тоже достаточно у нас уверенно выступают и на первенстве Московской области, и на международных турнирах. Открытие физкультурно-оздоровительного комплекса стало долгожданным событием для тренеров и спортсменов. Площадь помещений почти две с половиной тысячи квадратных метров. В универсальном зале одновременно могут заниматься три волейбольной команды. предусмотрена зона тренажеров, помещение для занятий художественной гимнастикой и сухим плаванием. Ну, во-первых, начнем с того, что это долгожданный объект спорта. Значит, мы его мечтали о нем очень долго. Вот, начали его строить, насколько мне неизменно память, наверное, три года назад. Потом было небольшое затишье, и вот в этом году, 18 марта, было торжественное открытие. Спортивный комплекс подразумевает занятия не только спортивных групп, но и школьников близлежащих учебных заведений. Лицей номер 6, номер 4 гимназии и лицей номер 2. Значит, эти учащиеся, эти школ сюда приходят к нам заниматься уроками физической культуры. Потому что сейчас ввели третий час урока физической культуры, и тех площадей, которые имеются в наличии школ, явно не хватает. Поэтому в спортивном зале школы занимаются, бывает, и по два класса, и по три класса. И вот наш этот ФОК для них очень большое подспорье. Учителя физкультуры безумно довольны, потому что они получили достойные условия для работы. И, значит, они занимаются в первой половине дня. С 8.30, когда уроки начинаются в школах, и заканчивают в 14.20. То есть фактически всю первую половину дня. Затем у нас проходит санитарный час. Значит, наши служащие моют спортивный зал. И во второй половине уже наши группы приходят сюда для занятий. В основном в спортивном зале у нас все расписано. Это волейбол. Значит, до этого мы занимались на базах общеобразовательных школ. И некоторые тренеры просто в течение одного дня ходили по трем школам занимались. То есть тренировку проведут, берут мячи, идут в следующую школу. Опять тренировку проведут, идут в следующую школу. Но, согласитесь, это неудобно и непродуктивно. Тем более спортивные залы общеобразовательных школ для своего времени, может быть, они были современные. Но сейчас уже конкретно для волейбола, конечно, они тесноваты. Хотя мы очень благодарны директорам общеобразовательных школ, которые все время это время нас терпели, назовем так, приютили. Но после того, как ввели этот фок, наши ребята, конечно, они очень были счастливы той возможности, которая нам сейчас предоставляется. Потому что, значит, участие в соревнованиях обычно проходит в хороших залах, то есть в больших. А когда наши дети приезжают на соревнования, то есть из обычного школьного зала, и когда они попадают именно в большой зал, теряется такая ориентировка. То есть, ну вот, выходите на площадку, и сразу куда-то стены исчезли, теряется. Вот дети какое-то время не могут прийти в себя. А на соревнованиях большого уровня, ну, в частности, допустим, на первенстве России, там, если ты две первые игры проиграл, уже фактически ты выбываешь из борьбы за награды. А пока они привыкнут, адаптируются к большому залу, время уходит. И сейчас, когда у нас вот этот зал ввели в строй, значит, у нас уже открылись новые возможности, новые перспективы. И я думаю, что мы ими воспользуемся сполна. Потому что сейчас тренировки проходят с 15-30 и до 20-30. То есть, фактически зал заполнен полностью. Три тренера одновременно работают в спортивном зале. Помимо волейбола, значит, у нас здесь также есть еще гимнастический зал на втором этаже. Вот. У нас там проходят занятия по художественной гимнастике. Наш тренер Юлия Антольевна Курилова там занимается. Вот. Группа начальной подготовки. Потому что там потолки, ну, будем говорить так, достаточно низкие. Вот. А вот на растяжку, на хореографию, да, там место прекрасное. Мы установили там зеркала, станки. Вот. И они там занимаются с удовольствием. Помимо этого, сюда перебрались также наши пловцы. Они занимаются так называемой сухой плаванием. Вот. В бассейне этой возможности нет. Потому что там, ну, и места нет как такового. Вот. А здесь они работают и с набивными мячами, и с резинками. И там тренажеры у них специальные есть. Вот. Поэтому они... Я вот пообщался с тренерами. Они очень высокого мнения о нашем зале. И очень счастливы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова